здравствуйте дорогие друзья я всех приветствую мы снова как говорит любовь на сангейтс приветствую ирина уже все конечно знают ирину так что я не буду представлять но возможно если можно ты скажешь о себе пару слов да чтобы не кто к нам новенькие заходят знали с кем мы разговариваем пожалуйста привет приветствую всех дорогие друзья приветствую елена конечно же я очень снова рада быть со всеми вот так что всего самого лучшего благостного теплого в любви в радости и процветания желаю кто меня уже много знает кто слышал для кого-то может быть впервые или еще не знакома незнакомы практик энерго хиллер эзотерик сейчас мы набираем курс и поэтому как бы это есть цель нашего сегодняшнего не только сегодняшнего но в принципе эфиров да чтобы дать людям информацию и информацию та которая открывает двери к развитию к самопознанию и конечно же помощи самому себе своим родным близким и мирозданию соответственно спасибо ирина у меня такая тема интересная подсознание сверхсознание и таро ну таро мы можем подключить потом если у тебя будет какой-то вопрос именно что вязать да но вот мне интересно расскажи ты именно такой мне интересный вопрос возник я конечно себе все записала да какие вот допустим про сущности было интересно что ты что-то что-нибудь рассказала них однозначно как бы существует разного вида думаю вот так что расскажи пожалуйста каких какие виды сущности вообще бывают интересная тема я думаю что будет также заинтересует наших зрителей да и лена конечно же ну ты безусловно и знаешь но для кого это новое для кого это интересное и такое еще не открытое конечно же они существуют их есть скажем так если делить образами словами на виды то их конечно может быть очень много самые такие распространенные это обычные ярлы подселенцы есть конечно же родовые сущности которые переходят по роду к сожалению когда были какие-то проклятия когда были разные есть моменты в роду да что это что происходит вообще есть конечно же сущности которые я например человек не зная как себя правильно вести таких местах как кладбище например да то есть как бы эти души которые не поднялись да вот есть такие вид есть конечно же много таких что человек их как бы создает сам своими самопроклятиями чувствами вины вот этим недовольством то есть как бы самыми самыми низкими вибрациями то есть их может быть совершенно огромное количество с разных как бы вот таких источника есть сущности которые приходят с прошлых жизнях есть сущности по договорам когда как бы соответственно прошлых жизнях наши души заключали разные бывают ситуации разные договора и соответственно это все преследует человека или идет вместе с человеком с воплощение воплощение к сожалению да мне мне стало очень интересно думаю надо же связать это все старо да я сразу пока ты говорила расклад на этот же вопрос и что самое интересное что мои карты показаны самые какие-то наверное я не знаю как их назвать но в основном или практически во многих случаях передаются по роду даже да вот у меня родовая карта выпала если нас будет тарологи смотреть вот десятка десятка пентакли да получается мои карты показывают так сущности переходят по роду сущности это также болезни наши какие-либо однозначно потом сущности я просто рассказываю что я вижу по картам да потом сущности мы можем как говорится ну получить заполучить принять зацепить я не знаю как это сказать да то есть каждый человек как бы сам управляет этим то есть от человека зависит как бы к нему они как бы залипнут или пристанут или нет то есть это однозначно зависит от человека вот и что интересно также какие-то финансовые моменты вот это вот мне бы интересно было бы раскрыть почему-то карты показали что через работу с как ну вот именно финансовой сферой да вот именно с деньгами мы также можем этих сущностей притянуть вот это мне интересно было бы узнать у тебя что ты мне рассказал и что да еще самое интересное что еще добавлю что даже в любой какой-то медитации неосознанной мы можем также притянуть сущности правда не правда расскажи смотреть благодарю елена вот очень интересно ты это подала за эту такую безумно интересную информацию и вот ты принципе зачепила затронула очень много разных вопросов чтобы ничего не упустить вот что я хотела еще добавить в начале есть конечно же много сущностей которые человек создает сам и знаете как вот они как как это бывает вот часто люди думают что вот кто-то там сглазил кто-то какую-то порчу сделал то есть как бы на кого-то перекладают вину да соответственно и и ответственность и так дальше но самая суть в том что как бы разочаровывающая суть или как сказать или может наоборот что человек это все делает сам каким образом вот если брать так в основном как женщины себя ведут ну как бы все большинство женщин до нас смотрят поэтому я говорю с точки зрения женской стороны женщины переживают женщины беспокоятся очень много все поражены такими состояниями как страх да вот это разрушающие чувства сын внутри и таким образом хотим мы или не хотим но если смотреть с точки зрения вот когда есть наша аура все наши тонкие тела да а вот мы изнутри как душа да как суть божественная и вот когда это вот изнутри наполнять такими или сказал заполнять с такими вибрациями низкочастотными тогда человек разрушает сам себя изнутри вот эти все свои защитные как бы оболочки до защитные тонкие слоя и вот реально если смотреть на ауру тогда может образовываться такие как образно сказать дыры в ауре и очень большая в большинстве своем как бы вот эти сущности которые но они везде есть хотим и не хотим принимание при меня не принимаем они есть и они сразу как большинстве своем как будто вот сразу этими щупальцами вот через эти дыри скажем так и как бы присасывается к человеку разные подключки присоски и так дальше есть такое что своими мыслями человек сам формирует вот эту такую энергетическую субстанцию до которая потом как бы взращивается и прорастает как сущность то есть на самом деле очень множество разных таких моментов что еще было напомни пожалуйста елена болезни да вот болезни болезни это однозначно когда приходит какая-то болезнь большая эта сущность тут конечно можно еще и вывести другую параллель потому что так или иначе каждая болезнь то есть как бы сущность да они являются своего рода нашими учителями чтобы человек задумался возможно он идет в жизни как-то не туда возможно он поступает не так думает возможно как-то ведет в по отношению к другим людям себя не так или просто какие-то негативные привычки опять-таки со своим здоровьем и из этого тоже уже выплывает такое как алкоголизм курение это тоже дорогие сущности и в принципе я что вот показывает практика опыт и так дальше что во время очисток это очень легко убирается но если вот говорить про такие виды хорошо что по поводу денег вот интересно потому что у меня действительно показали карты так что через то есть как бы через наработки через работу и даже какие-то вот именно финансовые моменты до которые как бы можем то ли мы получаем какую-то информацию вот и не через эту информацию приходят к нам сущности да или как бы через деньги через я не знаю есть какая-то может финансовая карма я не знаю вот что вот тут я рассказала чуть-чуть не так может быть через игры это идут уже как грегори альные сущности да если человек как с каким-то связан большинстве своим эгрегором да то есть если это идет через какую-то эгрегор потому что деньги в это же невозможно сказать что деньги это сущность как бы это очень такая обширная тина через деньги поняла через деньги и опять таки хорошо если рассматривать вот как мы взаимодействуем с деньгами да вот как это есть или же принятие или человек ведется как-то вот так чувствует до любовь благодарность вот как вну по взаимодействию с деньгами да или же страх страх что нету что постоянно не хватает опять таки вот эти мысли мешалки вот эти такие негативные деструктивные повторяющиеся мысли то есть видишь оно так или иначе как бы мы про это не говорили оно все взаимосвязано и одна ниточка тянет другую один узелок развязывается последующий но тогда еще такой момент да потому что у меня все таки карты еще лежат да вот и я хочу еще узнать у тебя через какие-то медитации через то что когда мы просто наверно просто летаем в облаках не находимся здесь и сейчас мы притягиваем сущности интерес ну это такой смотрите когда мы входим медитацию очень важно вот как как это вообще в принципе происходит куда мы идем да потому что человек же может если брать сон во сне мы вообще как бы очень мало ну как бы тонкая грань защиты практически нету и наша душа может залететь куда угодно скажем так а если брать вот конкретно медитацию очень важно куда мы идем с чем мы идем какой проводник или или в принципе куда мы куда наше сознание нас заносит однозначно в какие миры и пространство измерения то есть есть могут тут могут быть конечно разные ситуации но да бывает и такое но я бы сказал это не то что через медитацию потому что все же таки как бы там ни было медитация медитация это с точки зрения какого-то благостного и и ведет нас все равно же как бы намерение изначальное да это к развитию но сущности иногда вот даже вот когда поговоришь просто с человеком да даже вот такие моменты бывают что сущности могут или в семье передаваться или вот при взаимодействии с кем-то или прошел по каких-то местам опять-таки когда включил свои эмоции вот эмоциональность это просто дорогие она своего рода создает когда человек сильно стрессует там разные виды эмоции включает у нас как будто ну так образно до чтобы таким доступным языком просто рассказать слушать им зрителям как будто вот формируются такие условные очки и крючки да вот на спине ну условно говори и они как вот реально зацепляются вот ненависть злость там жадность я не знаю вот все разные вот эти виды низковибрационных эмоций понимаете и она тоже как бы сразу как как этот магнит и они как эти просто вот причина да и зацепляются и дальше 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 человек чем раз стрессанул раз это прочувствовал еще раз включил там ревность злость и таким образом она тоже как бы все ведет к этому интересно так интересно что все таки тару можно связать с такими вопросами и это я всегда об этом знала но я думала может также интересно будет нашим слушателям да зелено а вот у меня тоже возник один вопрос тебе как специалисту а посмотри пожалуйста вот как то я не задавалась этим вопросом вот действительно вот сейчас пришло очень интересно а ты можешь посмотреть сколько приблизительно если брать процентное соотношение да у скольки людей как брать как в целом есть сущности и подселенцы если в общем смотреть ну мы можем не знаю как тебе чтобы облегчить там меньше половины половина или больше 60-70 процентов ну давай просим сколько ему людей могут быть сущности ты это хочешь да 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 ну то что могут 90 то что они могут быть это мы и так да 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 просто вот интересно в общем к целом картину давай спросим 30 процентов большинство 60 или 90 давай так 30 и 90 представляешь 60 процентов и самое интересное как карты показывают в первую очередь у 60 процентов есть сущности от недовольства вот когда у нас есть какие-то недовольства тогда мы притягиваем эти сущности это только от недовольства но самое интересное от таких сущностей можно легко избавиться да вот то есть как бы если над этим работать тут получается недовольство и страхи две такие причины у 60 процентов что интересно что у 30 процентов ну ну ты знаешь они в принципе такие очень незначительные да то есть потому что все равно человек находится под каким-то покровительством да то есть как бы 30 процентов они такие возможно связаны с какими-то интересами которые возможно лучше как бы не интересны знаешь вот именно такое более информат информационное да то есть как бы не связано с какими-то болезнями чем-то серьезным а вот у 90 процентов что показывают карты получается сущности через какие-то ну плохие привычки можно сказать да то есть здесь может быть все что угодно алкоголь наркотики я не знаю что там у нас еще есть но все что есть вот именно плохие привычки да вот вот это 90 процентов да если у людей есть ну то есть здесь же можно мы же смотрим как бы в общем да вот но самые плохие такие которые здесь показывают это действительно вот именно от зависимости да зависимость тоже разное бывает да то есть вот и что еще самое интересное у тех людей у кого действительно есть вот сущности их много то есть здесь ты знаешь это уже тут у меня даже карта выпала десятка мечей да если торологи будут смотреть то есть это уже когда человек уже вообще не может с ними справиться да то есть как бы уже все и вот видишь что еще интересно в карте у меня остался эрофант это однозначно эгрегор да то есть смотря еще кому мы относимся какому эгрегору почему то вот интересно что ты скажешь ну понимаешь елена так или иначе ну как бы все тоже осознают что в жизни нас окружает много эгрегоров то есть как бы тут уже не будем зацикливаться потому что человек может сказать ну хорошо я там не курю не пью у меня нету там вредных привычек сильно я там не заострен на каких-то таких эгрегоральных структурах со мной все в порядке но в том то самое печальное то что не все люди это принимают почему то все думают что это ну это у кого-то меня не касается вот вот это самое такое я бы сказала печальное потому что они есть дорогие вот к сожалению и они понимаете они же не просто так есть они же питаются нашей энергией нашей жизненной энергией вот именно вот основная часть сколько там да вот всей нашей силы уходит и не на наше там не достижение целей не на наше наслаждение там развития как-то вот качественное проживание жизни яркой насыщенной красочной а именно вот туда им потому и люди вот если взять вот нашу жизнь вставшие обозленные да раздраженные вот всегда там хочется отдохнуть полежать или лень прокрастинация неохота что-то делать идти достигать эти цели поставленные как бы это тоже есть большинстве вот такие причины у нас тут есть вопрос от оксаны есть ли у меня опасные сущности я не знаю можешь ли ты как-то просмотреть я спросила у таро но хотела бы узнать что ты по этому поводу скажешь можно ли так вот тебе просмотреть человека наверное сложно да ну я то могу но просто сейчас в рамках вот нашей передачи у нас я не знаю будет ли это сейчас актуально и практично вот так сказать оксане я понимала что ты это скажешь что такие в принципе серьезные вопросы не рассматриваются дорогие это это вообще благодарю за вопрос обращайтесь сангейт центр и понимаете суть то не в том просмотрю я не просмотрю есть нету как бы вот ваша душа вашего как бы подсознание но все равно чувствует есть что-то вот вот прослушайте почувствуйте свою энергетику вот качество да вот качество энергетики качество своих вибраций качество своего внутреннего баланса душевной гармонии ну и вы сами дадите себе ответ я просто уверена да и если вы уже реально готовы с этим что-то делать ну вот как бы милости просим инструменты есть как бы возможности есть так что пишите на сангейт центр когда если есть вот 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 порыв души запрос интерес и и задача что-то решить да ну я конечно спросила у даро да потому что я решила спросить потому что оксана спросила есть ли у нее опасные сущности ну конечно я не буду сейчас говорить но вопрос был опасный да это ее был вопрос однозначно оксана понимает что у нее есть да то есть она очень умная женщина она знает себя очень хорошо да вот и если отвечать именно четко по картам то здесь нам надо ответить да или нет да на этот вопрос я даже не хочу углубляться потому что правильно говорит ты правильно говоришь ирина потому что такие вещи надо глубоко смотреть а если смотреть по картам то карты отвечают ну просто оксана если вы этот ответ получили тут надо вам просто разбираться как бы глубже то есть одного наверное ответа карт таро да у вас есть опасные сущности наверное мало тут вам нужно как-то все таки пообщаться наверное с ириной хорошо у меня еще есть следующий вопрос если да или нам у оксаны что ответит нам будет интересно хорошо еще вопрос таким каким образом чаще может человек их подцепить окей мы это уже тоже обсудили да мы уже как бы состояние проверяющие к подселению как можно вообще это проверить еще раз не поняла состояние что состояние проводящие к подселению вот так состояние проводящие к подселению ну вот это и есть вот эта раздраженность страх то есть наша эмоциональность наш уровень вибраций что мы думаем да то что мы уже проговорили состояние потому что когда если говорить про защиту вот как соответственно идет логический вопрос да а как же себя защитить как сделать так чтобы ты была в защите и вот вот не важно что происходит или кто там в пространстве или с кем мы взаимодействуем в жизни как выстроить вот эту защиту это чистота помыслов дорогие вот вот можно много говорить но я скажу просто двумя словами это чистота помыслов это качество ваших вибраций когда мы поднимаем уровень наших вибраций когда у нас чистые мысли вот такие благостные отношения пожелания порыв то есть это самое что есть лучшая защита потому что когда есть вот оно исходит изнутри вот этот цвет любовь баланс принятия это совершенно разные как плюс и минус вибрации и им не за что вот этих гачков крючков нету там плоско скользко им не за что зацепиться вот и все хорошо а вот скажи мне вот такой вопрос если человек уже понимает да вот допустим у него есть какие-то сущности да вот что ему нужно вот в первую очередь предпринять для того чтобы их начинать избавиться то что понятно от них избавляться понятно что нужно там поменять возможно для начала как говорится свое как ты говоришь да помыслы и вот свое состояние это понятно но для того чтобы к этому прийти их же надо убрать вот скажи вот на твоем курсе ну вот я так и хотела сказать если так быстро пойти на курс дорогие вот просто понимаете это не то что ну как бы тут я не знаю как сказать другими словами потому что знаете в чем суть вот на курсе будет дано множество самых конкретных рабочих действенных практик результативных это конкретно начиная от чистки от чистки в божественном пространстве когда вот все просто человек может сам себе почистить также будет чистка потрясающе волшебная на самом таком место силы это как кайлас то есть там будут разные разные виды те же прошлые жизни что мы так много уже говорили если брать вот сущности которые где-то там зацепились причину первую причину то есть настолько множество множественное количество разных инструментов что конечно же с таким набором можно идти просто по жизни ничего никого не бояться и наслаждаясь ну хорошо расскажи мне пожалуйста я понимаю что каждому человеку для того чтобы чего-то добиться чего-то достичь естественно для начала работать самим собой не просто ждать какой-то волшебной таблетки ну а если есть такие люди которые не хотят учиться вот возможно им просто прийти и как говорится с ними поработают и они себе живут спокойно вот такой вариант возможен я понимаю что это возможно наверное на какой-то короткосрочный период потому что однозначно потом можно опять же что-то подцепить или опять снизить свои вибрации вот так а что ты скажешь по этому поводу ну конечно же можно у меня в практике очень много таких случаев Елена было что самый такой яркий хотя всех не вспомнишь но один из ярких да когда обратилась мама девочки которая например вот реально это не кино это не сказка это реальная жизнь это даже для меня было как-то когда девочка резала ночью просто уходила в каком-то состоянии транса на кладбище резала вены и там ее неоднократно уже находили где-то там где-то или в парке или где-то там ну как бы приближенном да вот это и просто без сознания без ничего там реально уже служба хотела просто у этих родителей забирать эту девочку потому что как бы это на территории Европы в одной из стран то есть буквально несколько там не один не два но через несколько несколько чисток я с ней работала абсолютно другой человек абсолютно поменялось там родители просто не могли наблагодариться со слезами и вот как один из таких ярких буквально вот вчера моя близкая подруга позвонила говорит Ирина вот просто вот лежу умираю головные боли там что-то там у нее где-то там она не знаю очень вела какую-то насыщенную жизнь последнюю неделю много встреч много-много разного всего говорит я не знаю ну вот где что как почему ну вот так ну да вот взяла почистила человеку намного лучше стало легче живет дальше спокойно то есть конечно тут тут множественное число вариантов и так далее ну вот я вывела на экран ты прочитаешь что Оксана написала может ты ей сможешь ответить чем спасибо за ответ да я это чувствую постоянно муж унижает обзывает о дорогие клянет ой Оксана не всегда удерживается спокойствие вот понимаете вот эти проклятия самопроклятие проклятие это ну это одно из самых таких разрушающих к сожалению посылов ну берегите себя конечно это сложно сказать в двух словах что с этим делать но постарайтесь постарайтесь вот реально найти силы вот понимаете вот вы же не просто пришли вот сейчас как бы среди недели да вторник казалось бы не выходной не не какой-то праздничный свободный день или даже еще вечер ну вот у меня уже светит солнышко я к тому что вы не просто сюда пришли на эфир это изначально уже ваша структура так простроила вашу жизнь события обстоятельства чтобы вы попали и видели и смотрели это же не просто так вы задали я сразу прочитала поняла но просто время да время немножко ограничено к сожалению сегодня то есть вы не просто так это написали оксана я вас вот реально истинно искренна души прошу постарайтесь как-то взять себя в руки силы найти вот эти силы жизненные и по максимуму выстроить жизнь так чтобы вы просто смогли вот что-то с этим делать то есть учиться развиваться и создавать выстраивать защиту потому что на все есть своя причина тут конечно копаться очень много ну постарайтесь я вам искренне желаю и благословляю вас на самое высшее и лучшее духовное развитие у нас самое лучшее да напишите в сангейт-центр сангейт-центр даст вам подробную информацию что как на курсе например если вы готовы прийти и и готовы вот реально с этим работать потому что вот в рамках курса однозначно конкретные техники методики практики чистки и вот тогда я могу что-то говорить работать и как бы какой-то результат чтобы вы получили ну а вот сейчас в рамках программы или можно я спрошу у тебя вот смотри понятно что каждый может прочитать да будет на курсе там обдумать но знаешь есть конечно такие моменты вот я вспомню себя да я многих вещей просто не знала я могла прочитать а понимаешь когда человек не знает не понимает есть вот такая возможность я просто не знаю допустим написать так же на сангейтс и вообще вот такой вариант еще есть или такого как бы нет то есть как бы можно да наверное думаю да я не знаю прости меня что-то перервало можно ли просто написать на сангейт центр нет я имею ввиду смотри вот когда люди приходят на курс да но многие допустим незнакомые возможно знаешь как вот как ты говоришь структура привела она не зря привела да да однозначно люди ж бывают такие которые ну не знают о чем речь не знают как с собой работать да не знают что да с чего начать да я понимаю то есть есть такая возможность чтобы написать допустим сангейтс и с тобой допустим поговорить лично потому что всегда вот такие программы мы их ведем много да я очень много разных раскладов делаю смотрю иногда просто вижу допустим намного больше что можно сказать человеку а естественно в программе у нас каких-то полчаса 40 минут да да а так ты как бы больше можешь уделить время то есть такая возможность есть ну конечно да конечно это был короткий вопрос просто очень много говорила у нас тут еще комментарий как ну как сани опасная сущность твой муж он питается твоей энергией вот что ты к этому скажешь ну может быть и есть в этом доля правды потому скорее не то чтобы муж сущность а у мужа есть сущность у мужа есть как бы вот эти подселенцы которые через него питаются и это однозначно так этот механизм в принципе в жизни функционирует понимаете вот даже брать вот живет человек вот все настроение счастлив как бы все нормально тут приходит как кто-то да и вот так на ровном месте может вывести да человека и и потом ушел себе довольненький а вот этот первый человек уже все как выжатая губка то есть как бы однозначно сущность таким образом взяла напиталась покушала и все и все как бы эти все довольны а человек лежит как уже без без сил без энергии без настроения ну это классика классика жанра у нас комментарии и если убрать сущность с человека и он не поднимает уровень своих вибраций есть вероятность возвращения да однозначно да анастасия благодарю как всегда прямо вот в яблочко точно однозначно потому что какой вообще смысл этого всего дорогие даже если сущность я говорила они так или иначе тоже играют свою роль как учителя есть конкретно сущности по договорам это вообще это настолько удивительно и интересно в этом реально ну по крайней мере мне разбираться есть даже по договорам потому что вот пришла или человека положила как через болезнь или там что-то какие-то обстоятельства в жизни вот реально вот реально тяжелые жизненные такие судьбоносные обстоятельства это все не просто так чтобы человек задумался потому что сегодня придет почиститься а завтра дальше пойдет и будет делать скажем так не очень хорошие дела ну а смысл тогда однозначно вся наша наше наше проживание на этой планете это одна цель просто духовное развитие я это всегда говорила говорю и буду говорить духовное развитие поэтому однозначно они тоже как бы служат свою делают свою роль свою функцию потому я тоже всегда говорю своим клиентам как бы я могу делать там 30 40 я не знаю так образно сказать процентов своей работы но вот 60-70 это на осознанность осознанность человека кто ты что ты что ты делаешь что ты вообще приносишь в этот мир как ты взаимодействуешь с миром да то есть ответственность осознание за свою жизнь и если человек меняется да однозначно все оно выстраивается а если ничего ничего не меняет конечно же могут прийти и это все но когда они потом я еще вот этот момент такой важный когда они возвращаются это к сожалению бывает намного уже потом и сложнее и тяжелее и как-то еще с болями с больше такими ну тяжелыми последствиями как бы вот как опыт показывает в большинстве своем да я тоже хочу конечно добавить что допустим я проходила этот курс в прошлом году и ты знаешь благодарю конечно тебя анастасию да самые лучшие вообще кураторы которых я встречала в своей жизни вот и благодаря ты знаешь именно курсу именно поддержки помощи практикам я действительно прошла такие очень сложные да моменты в жизни то есть это действительно помогает не хочется вспоминать потому что это все в прошлом сейчас как бы все хорошо но это конечно меняет и вас и меняет ваше окружение однозначно так что это я добавлю еще одно слово буквально минутку я знаю время это знаете как вот эта капелька которая дождик или вот неважно да в море в океане в озере неважно где вот эта капелька и падает и вот это потом расходится в разные стороны точно так же как вот это мы это капелька мы начинаем меняться мы меняем вибрации мы идем в развитие и вот все наше пространство наши детки наш дом наша семья родные близкие одно однозначно тоже трансформируется и везде как бы вот все улучшается да так что давайте будем менять себя и наш мир вокруг нас то есть только развитие и развитие это правда да ирина я тебя благодарю ты конечно лучше учитель ах елена благодарю тебя тоже благодарю за все и наших зрителей и благодарю за такую возможность благодарю вообще всю вселенную за то что есть эта возможность говорить и доносить до вот этих людей да которые нуждаются к этим душам которые уже давно дали запрос из-за которого мы в принципе делаем эти видео да доносим вот до всех и каждого так что я тоже всех благодарю и пусть это будет только во благо да у нас вот еще оксана написала если ты еще прочитаешь по позвоночнику чувствую холод это результат участия в эфире в которой высокие вибрации ну холод ну вообще-то конечно лучше ощущать тепло а почему вы чувствуете холод тут конечно надо разбираться оксана надо разбираться тут может быть множественное множество разных вариантов то есть тут конкретно надо разбираться да вот у ирочки светит солнышко у меня тоже светит солнышко так что я думаю что мы однозначно даже с такой темы которая возможно не очень такая теплая вот однозначно дарим вам любовь тепло и свет и радость и здоровье самое главное так что мы встретимся на следующей неделе ирина я тебя благодарю и благодарю всех зрителей кто к нам пришел и кто будет смотреть в записи так что я тоже всех благодарю благодарю дорогие всего доброго спасибо всем пока до свидания до свидания